Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами претерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. 21 мая по новому стилю, 8 мая по юлианскому календарю, мы празднуем память святого апостола евангелиста Иоанна Богослова. Это один из самых великих, самых почитаемых святых в православной церкви. Это совершенно уникальный апостол. Прежде всего, он всегда потрясает тем, что это самый молодой из учеников Иисуса Христа. В момент Тайной вечери ему было 18, максимум 19 лет. Он был единственным, кто не был женат, у кого не было семьи. Он становится избранным учеником, и наряду с Петром Иаковым он присутствует в самые сокровенные моменты. В момент преображения на горе Фавор, в момент воскрешения дочери Иаира, во время гефсиманской молитвы. Он первый, кто придет к гробу воскресшего Христа. Он первый, кто поверит в воскресение. Он тот, кто будет возлежать на груди у Христа во время Тайной вечери. И он дольше всех прибудет. Апостол Филипп умрет в 81 году, и после этого евангелист Иоанн останется единственным в живых апостолом, который видел Иисуса Христа и проживет еще больше 20 лет. Он единственный из апостолов, кто не умер мученической смертью. И, наконец, он получил высочайшее откровение о конечных судьбах церкви и мира, которые легли в основу последней книги Нового Завета. Евангелие, которое он оставил, считается самым духовным евангелием. И это единственный апостол, который заповедал нам, что Бог есть любовь. Он отличается от всех других апостолов. Его житие достаточно хорошо известно. Он родился в Ифсаиде, в том же селении, где жил его брат Яков, а также Петр и Андрей. Они были рыбаками, и можно себе легко представить, что еще мальчиком он совершал паломничество в Иерусалим. Рыбаки продавали свою рыбу, свежий улов они продавали в Десятиграде, а сушеную рыбу они поставляли в Иерусалим. И поэтому хорошо себе можно представить, что Иоанн с детства был знаком с первосвященником и со всем окружением Иерусалимского храма. И когда он уже стал подростком в возрасте 12-13 лет, ему нужно было выбирать себе учителя. Он мог бы себе выбрать кого-то из великих наставников, живущих в столице при Иерусалимском храме. Но совершая это путешествие вдоль реки Иордан, он конечно же встретил там странствующего проповедника, пророка Божия Иоанна Предтечу и был увлечен и тронут его проповедью и стал его учеником. Вероятно, примерно три года он был учеником Иоанна Крестителя. Он присутствовал в тот момент, когда Иисус Христос приходит на Иордан для того, чтобы креститься от Иоанна Крестителя. Он слышит слова «Се Агнец Божий в земле грехи мира». И с этого момента Иоанн становится учеником Иисуса Христа. И на протяжении трех лет он самый близкий, самый чуткий ученик Господа. Он стоит у подножия креста, единственный из учеников. И одни из последних слов, которые произносит Христос в этот момент, обращены к нему и к Деве Марии Божией Матери «Се Матерь Твоя, Се Сын Твой». Дальнейшая жизнь Иоанна Богослова связана с городом Эфес. Он удаляется туда во время гонений для того, чтобы быть защитником и хранителем Девы Марии. И поселяется не в самом городе Эфес, который в то время был великим языческим городом с величественным храмом Артемиды, одним из чудес света. Он поселяется примерно в 15 километрах от города в уединенном месте и проводит три с половиной года, как можно сказать, в школе Девы Марии, совершая молитву и ведя созерцательный образ жизни. Для первых отцов пустынников Иоанн Креститель, как и Дева Мария, являются отцом. Они являются подражателями Иоанны и Марии, их образу жизни в Эфесе. Мария доверяет ему те тайны, которые она хранила в своем сердце, о которых она никому не рассказывала. И если мы зададим себе вопрос, откуда евангелист Лука знает историю Благовещения, то мы можем сказать, что он узнал ее из уст Иоанна Богослова, который узнал от Девы Марии, единственного очевидца и участника происходивших событий. Но в Евангелиях Иоанн Богослов идет еще дальше. Он не только описывает внешнюю канву жизни Иисуса Христа, он отвечает на самый главный вопрос, на который другие евангелисты не могут ответить с такой же достоверностью и глубиной. Кто Иисус из Назарета? И для Иоанна Крестителя, ученика Божьей Матери, близкого ее друга, совершенно очевидно, что Иисус из Назарета есть Христос, предвечное Слово Божие, ставшее плотью. Он спустился с неба и был вознесен на небо для того, чтобы своих учеников увлечь вместе с собой. Поэтому Евангелие от Иоанна остается вершиной мистической жизни для христиан. И на протяжении сорока лет он живет в Эфесе. Его служение отмечено тем, что он оставляет после себя великих епископов, в частности Игнатий Богоносец, Поликарп Смирнский были его непосредственными учениками. То преподавание, которое он ведет в Эфесе, условно можно назвать высшим образованием, потому что его Евангелие посвящает какие-то большие тайны. Первые три Евангелия написаны для катехуменов, для людей, которые начинают свой путь в церкви. Евангелие от Иоанна написано для тех, кто в церкви берет на себя ответственность, становится пресвитером и епископом. Со временем все пророчества исполняются, и, в частности, то пророчество, которое воскресший Христос произносит на берегу Тевериатского моря, когда Петр спрашивает у воскресшего Господа, а что будет с ним, с возлюбленным учеником, Христос отвечает, если я хочу, чтобы он пребывал, что тебе? И поэтому было пророчество о том, что Иоанн Богослов, любимый ученик Христа, не умрет, пока Христос не вернется. И вот действительно, все умирают, он остается один. И в этот момент происходят очень важные события, начинаются гонения. При императоре Домициане в 85-м году начинается жестокая волна гонений, потому что император провозгласил себя Богом и требовал, чтобы к нему обращались как к божеству, возносили соответствующие почести. В Эфесе он построил храм во славу своего имени. И, конечно, Иоанн Богослов, который проповедовал и учил в этом городе, свидетельствовал о том, что единственный Бог, единственный Господь – это Иисус Христос. И поэтому он был доставлен в Рим на суд императора по обвинению в богохульстве. И сохранилось воспоминание в церкви о том, что его погрузили в кипящее масло. И до сих пор в Риме на этом месте возвышается базилика. Но ему не суждено было умереть мученической смертью. Те страдания, которые он претерпел, действительно были мученичеством, в смысле свидетельством о Христе. Но он не умер. Его жизнь продолжается. Он был осужден на ссылку на остров Патмос. Кто из вас был на этом великолепном острове, на вершине которого возвышается монастырь в честь Иоанна Богослова? На этом острове более трехсот храмов и часовен, посвященных Божьей Матери. И там тоже есть пещера откровения. Казалось бы, история подходит к своему концу. Церковь торжествует, Евангелие проповедуется, возникают общины и как будто одержана победа. Но Иоанн Богослов в этот момент получает откровение о том, что прежде чем церковь сможет праздновать окончательную победу, предстоят испытания. После того, как он получил это откровение, оставшееся в книге Апокалипсис, завершающийся Новый Завет, примерно в 85 году Иоанн Богослов возвращается в Малую Азию, где он пишет послание, затем пишет Евангелие. И апокалипические деяния апостола Иоанна рассказывают о его активной деятельности. Он действительно становится апостолом огня. Его сравнивают с орлом. Никто не говорит и никто свидетельствует об Иисусе Христе, как он. Он свидетельствует о том, что он увидел. И свой земной путь он закачивает в Эфесе примерно в 104 году. Он просит своих учеников придать его тело земле. Они готовят гробницу, оставляют там Иоанна Богослова. Затем другие ученики, возмущенные этим поступком, приходят к гробнице и никого в ней не обнаруживают. Таким образом, в памяти церкви Иоанн Богослов один из тех, кто умер, но его смерть стала вознесением, потому что его гробница осталась пустой. Праздник, который мы празднуем 21 мая, воспоминание о том чуде, которое совершается на его гробнице. Верующие люди находят на его гробнице тонкий пепел. Иногда говорят, святая манна, которая становится источником исцеления от болезней. И вот воспоминание об этом чуде и память о том, что ученик огня, орел, покровитель всех богословов и людей, ведущих созерцательную жизнь, не умер, как умираем мы. От жизни он переходит в жизнь с большой буквы. Он становится наставником тех, кто хочет ходить в свете истины и пребывать в любви Господней. В Евангелии от Иоанна нет упоминания его имени, хотя в других Евангелиях он упоминается и играет важную роль. Но в Евангелии от Иоанна есть таинственный образ ученика, которого любит Иисус. Кто же этот ученик? Традиция церкви совершенно единогласно говорит о том, что это Иоанн Богослов. Почему же он не называет свое имя? Скорее всего, потому что он предоставляет каждому, кто открывает Евангелие, кто хочет стать учеником Христа, занять это место, место возлюбленного ученика. Тех, кто хочет следовать за Христом, тех, кто останется у подножия креста до конца и возьмет в свой дом Божью Матерь для того, чтобы стать ее сыном, Иоанн Богослов является учителем и наставником. Христос в воскресе! С праздником, дорогие друзья!